Здравствуйте, друзья! Вы на канале Собиратора, здесь Леонид Синицын, и это четвертый выпуск ответов на ваши вопросы. А если вопросы еще останутся, оставляйте их под постами, будем записывать пятый и шестой. Ставьте заранее большие пальцы, потому что прозвучит много интересной информации и полезной для всех вас. Меньше будет непонятного для всех, кто услышит. Поехали! Что делать с силиконом? Силикон, к сожалению, пока не принимается, кроме редчайших экспериментов, не принимается в экоцентрах собиратора. И силикон остается только беречь. Надеемся, что потом возникнет способы переработки, а не точнее есть сейчас, возникнет поток из этого материала. Силикон можно переработать только химическим путем, его нельзя расплавить. Как вы знаете. Второй вопрос. Что делать с мягкими магнитами? Мягкие магниты, которые чаще рекламные, заполняют все вокруг, их тоже не переработать пока. То есть они не собираются. Или собираются очень редко где. Лучше применять их для творчества. Во-первых, на каждый магнит легко наклеить что-то изображение, наклейку для игр с детьми, для изучения алфавита, каких-то правил. И идеально вообще распечатать наклейки. То есть заказать даже в печать, если вы можете уже организовывать игры вокруг этого. И такой магнитик, такая идеальная поверхность для наклейки. Не только на холодильник, можно на все металлические железные предметы наклеивать. А даже можно сделать под обои мягкое железо. Это такой рулонный материал, не магнитный, не как сам магнит, а к которому может примагнититься. И тогда у вас целая стена превращается в поле для взаимодействия, творчества такого интересного театров, что вы нафантазируете. Третий вопрос. Что делать с пэт-листами? Пэт-листы пока... То есть листовой пэт это достаточно толстый материал, не корекс, не из которого делаются коробочки формованные, а листовой материал. Пока он не принимается. Переработка его сложна, поскольку нет потоков, опять же, такого материала для промышленности. Пока не принимаем, но, возможно, мы когда-то возьмемся за его прием. Если есть где похоронить, лучше похороните. Четвертый вопрос. Нужно ли всю упаковку разделять на части? Пластиковые, стеклянные, металлические части, этикетки. Ну, видимо, имеется в виду то, что на бутылке, допустим, есть еще металлическая пробочка, крышечка, колечко. У нее есть этикетка, пластиковые вставки и так далее. Смотрите, не переусердствуйте, не потратьте свою жизнь на погоню вот за этими мелочами. То есть для того, чтобы разделить, есть два важных... Два важных повода для того, чтобы таки снимать эти крышечки-пробочки с бутылок. Идеально. Или еще какие-то сложные составные части делить. Первое. Вы занимаетесь собственной настройкой. Хотите, значит, как бы медитировать над этим процессом. То есть достигать в чем-то идеала и вот хороший повод. Да, вы можете разделить это до идеала, довести. Сдавать и знать, что вы сдаете абсолютно идеально. Упаковку в переработку. Или второе. Вы действительно нашли легкий способ это делить. И тогда у вас получается вполне весомый горсть. Там пакет, мешок какого-то материала, который вы таки насобирали. Но не тратьте дополнительные ресурсы, пожалуйста, на отмыв этих этикеток. Действительно, большую часть промышленным способом делится. Если нет у собирающей организации специальных требований, как отделить, снять этикетки, отрезать что-то, то не надо это делать. Сдавайте как есть. Лишнее время можно потратить на то, что объяснить соседу, допустим, как ему сдать 100 килограмм макулатуры в год. Этим вы спасете столько сырья. Следующий вопрос. Надо ли мыть дойпаки и тюбики внутри? А железные тюбики? Здесь два вопроса. Дойпаки и тюбики мы, собиратор, принимаем в категорию разрезанные и помытые. Так называется категория именно для того, чтобы люди, не дочитав, не сдавали туда грязные. Оставленные что-то, жидкость, паста какая-то в тюбике, она весит столько же, если не больше, чем сам материал тюбика. Это адские загрязнения для перерабатывающей промышленности. Там не обязаны стоять какие-то мойки на этом предприятии. Поэтому тюбики должны быть чистыми, чтобы перерабочек хотел их принять. И дойпаки тоже. И помните про пространство экоцентров, в котором тоже не должно быть грязи какой-то. Через системы синих баков и прочие такие гигантские системы, мусоровозные, невозможно сдать тюбики, к сожалению. Их никто не будет выбирать из мусора. Железные тюбики, спрашивает человек. Наверное, имеется в виду не железные, а алюминиевые. Алюминиевые тюбики нужно отжать до предела и тоже сдать вместе с другим мелким металлом. Там потом в процессе металл разделится на виды металлов уже внутри промышленности. Вопрос. Зачем мыть жестяные банки, если при плавлении вся органика сгорит? Мыть нужно для того, что, во-первых, вы собираете, и это не должно представлять из себя грязи. Во-вторых, в пространстве экоцентров нужно тоже создать атмосферу нормальную. Даже если где-то собирается на улице, то тоже этот сбор не должен привлекать насекомых, грызунов и инфекции. Поэтому помойте, но не нужно тратить на это специальное время, химию и не отмывать до конца, до скрипа. Не надо. Сполосните. То есть помыть называется сполоснуть так, чтобы не было видимых остатков пищи или чего-то еще. И да, при плавлении когда-то потом эти оставшиеся остатки сгорят. Но до этого еще есть целый процесс. Вы же сдаете жестяные банки не в мусорный бак, а туда, где их собирают, как металлические предметы. Кстати, поставьте колокольчик под этим видео, чтобы следующее видео пришло к вам автоматически. Вы ничего не пропустили. Ну и если вы еще не подписаны на канал Собиратор, конечно, подписывайтесь. Седьмой вопрос. Собиратор выезжает по районам Москвы? Конечно, выезжает. Мы рады новичкам. Те, кто недавно пришли, задают такой простой вопрос. Экомобиль Собиратора. Есть такой раздел на сайте. Заказывайте, и Экомобиль приедет. А также акции. Тоже есть такой раздел. Смотрите, районные акции, которые проходят раз в месяц, различными экологическими организациями проводятся. И все собранное приезжает в Собиратор. Когда-то Собиратор выезжал именно по районам Москвы. Первые полгода вывоз был экспериментальный и бесплатный. Да, его приходилось оплачивать, но накопился огромный опыт. Именно тогда было по районам. Один день, один район. Следующий вопрос. Будет ли переработка маркировки 3? Маркировка 3 это ПВХ. Поль винилхлорид. Переработка уже есть, существует. И пластик этот очень сложный в переработке. Он выделяет, во-первых, соляную кислоту при нагревании сначала, а при горении или при перегреве он выделяет диоксины. Поэтому с ним крайне сложно работать. Соблюдать очень сложные технологии. Собиратор принимает уже ПВХ. В следующих видах это стройматериалы. Там много пластиков строительных из ПВХ. Это пластиковые карты банковские и дисконтные. Обычно они из ПВХ. Мы отправляем их в переработку уже давно. И третий вид это ПВХ-пленка. Это, допустим, надувные круги прозрачные, бассейны прозрачные. И вот такой материал упаковка от постельного белья, часто из ПВХ. Вот эта пленка принимается только в чистом виде, без посторонних включений и фурнитуры. Даже наклейки нельзя. Вот такие три вида у нас собираются весь вместе ПВХ. Не принимается пока. Мы не можем его пристроить в переработку. Нет переработчиков и путей этих. Кстати, другие пластики тоже не принимаются именно по цифре. Цифра 3. Да, маркировка в треугольниках, она устарела давно, когда еще была изобретена. Она нелепая сама по себе. То есть цифра это всего лишь некоторое обозначение класса материалов. А дальше мы идем по его видам и разделяем их. Вопрос следующий. Можно ли сдать игрушки для взрослых в электросбор? В целом игрушки в электросбор не принимаются. Это акция, которая проводится раз в полгода весной и осенью. Почему? Игрушки состоят из других пластиков и материалов чаще всего, нежели обычные электроботовые приборы. В целом игрушки, я имею ввиду сейчас детские, скажу про все игрушки. Игрушки детские, если это всего лишь уменьшенный прибор взрослый обыкновенный, то есть такой же, только для детей похожий, да, сдать можно. Если это конкретная игрушка какая-то с элементом электроники, то, к сожалению, нет. Игрушки для взрослых. Пока только редкие проекты собирали. Ну, сами понимаете, тоже совершенно другой набор материалов в них. И переработчик должен быть особенный. Мы разговаривали с разными. Организовывали, да, прием и отправку, но это были разовые акции. У переработчика не должны уволиться сотрудники, которым достался кубометр игрушек для взрослых. Многие могут быть, значит, переживать по этому поводу. Так что, если игрушка сломалась, то это еще не повод ее выкидывать. Помните, включайте фантазию. Ну, или храните, сделайте выставку в Серванте. До тех пор, пока не начнется масштабная переработка игрушек для взрослых. Следующий вопрос. Способен ли текущий объем сортировки помочь экологической ситуации? Да, часто звучит о том, что вы столько трудов тратите, а собрали всего-то там 100 тонн. Подумаешь, масштабы города это ничто. Нет, мы собираем, главное, что мы накапливаем не в торсырье, а опыт. Опыт, он бесценный. И не только у нас самих опыт, но еще у тех людей, которые все это собирают, у тех сотен, тысяч людей, накапливает свой собственный опыт обращения. И обращение с материалами, и вообще жизни экологичной. Ну, то есть обращение со всем, что вокруг. Вот результат наших 100 тонн в месяц где-нибудь в одном городе Москва. Но включаются новые виды переработки с помощью нас, запускаются новые виды вторсырья. Этот опыт транслируют многие компании, другие экопроекты. И государство, наконец, опираясь на нас, на экологов, экологистов как лидеров, принимает такие законы о новом обращении с упаковкой, с материалами, законы об отходах. Поэтому наш сбор очень помогает улучшать экологическую ситуацию. Следующий вопрос. Что делать с почти новым женским или детским бельем? Пристраивать лично. Через проекты вроде нашего, через благотворительные фонды, скорее всего, на 99% сдать не получится. Потому что есть требования, регламенты у фондов, белье должно быть новое. Чаще даже вообще белье не принимают, не занимаются этим. Но старое белье, пусть даже оно выглядит как новое, к сожалению, не заставишь никого разбираться с этим или ввести такие правила работы. Это очень сложно. Поэтому остается пристраивать лично. Организуйте свопы со своими близкими, знакомыми. У кого такие же размеры или подходящие, хороший повод поменяться, когда ты знаешь человека лично, то проще такими деликатными предметами меняться, обмениваться. Это хороший путь. Следующий вопрос. Как различать немаркированный полиэтилен? Наверное, имеется в виду мягкий полиэтилен в пленке пакеты. Чаще. Оно не маркируется. И понятно, делается из пленки. Совет такой. Соберите пленки пакеты, маркированные по видам. Там 4, 2, 5 и так далее. Там по 10-20 предметов. Пакетик с одним видом пакетов. Когда у вас 10-20 пакетов маркированных, вы можете уже понять свойства этого пластика. Как он тянется, шуршит. И тогда станете, вот собрав такую коллекцию, то есть 3-4 пакетика с пакетами, вы станете разбираться в пленках без маркировки. А если вопрос здесь не помечено, если вопрос про твердый пластик, то скорее с помощью поджигания, ну если его много, то можно маленький кусок поджечь. Посмотрите ролики на ютубе, как различать виды пластиков. И есть разные способы утопления в жидкости, в воде соленой, допустим, в масле. Такие способы поджечь и посмотреть на дым. Ну, конечно, будьте осторожны с поджиганием, это вредно. Следующий вопрос. Вопрос номер 13. Вокруг собиратора появляются новостройки, развязки. Вас не попросят освободить место? Имеется, видимо, в виду экоцентр в Москве на Кавказском бульваре. Там действительно вокруг много новостроек и развязок. С одной стороны, проще доехать будет, но территории мало остается в Москве, и да, ее, скорее всего, скоро застроят. Может быть, попросят собиратор, но неизвестно, попросят собиратор перенести экоцентр. Неизвестно, в каком году, может, через 10 лет. Но тогда придется переехать. Ясно, что это должно быть в той же части города. Не переживайте. Организуемся. И найдем, может быть, место лучшее, удобное, более удобное. Ну, а пока приезжайте в экоцентр собиратора. Туда построили, наконец-то, новые дороги. Вопрос 14. Можно ли сдавать мягкий пластик без маркировки вместе с 7 композит? Имеется в виду категория пленки композит. Композитная пленка. Туда собираются все многослойные пленки и все непонятные, скорее так. Мягкий пластик без маркировки вы можете сдать туда. И да, он отправится в переработку вместе со всеми пленками. Переработается в полимер, песчаные изделия, стройматериалы. Очень хорошо переработается. Очень долгоживущие будут материалы. Но если вы разобрались, как я сказал, в пластиках, то сдавайте в категорию. Это отправится в производство новой пленки. Вопрос 15. Будут ли перерабатывать бумага плюс пластик, бумага плюс фольга? Чаще это бумага, во-первых, очень редкого вида какого-то. Не как тетропак пакета из-под напитков, которых очень, ну, которых миллион одинаковых. Чаще это разной толщины с разной пленкой. Пленка, может быть, к бумаге прикатана тоже разных пластиков. Фольга тоже любая. И переработать, во-первых, бумаги там очень мало. Переработать, собрать просто невозможно. Поэтому оно не принимается, не собирается. Ну, считаем, это не перерабатываем отходы на сегодня. Вот этот вид упаковки. Когда-то будет можно, но пока сложно представить. Я смотрю на эту фразу с надеждой, что там будет выход. Нет, пока выхода нет. Редкие виды бумага плюс пластик, кроме тетропаковских пакетов, ну, такого типа пакетов, принимаются, перерабатываются. Про стаканчики я рассказывал. Теоретически их переработать можно, но крайне нелогичный процесс происходит. Так что, поменьше пользуйтесь композитами с бумагой. Шестнадцатый вопрос. Вкладыши в крышках, похожие на вспененный полистирол, шесть ПС, будут перерабатываться когда-нибудь. Пластиковые вкладыши в крышках, это скорее не полистирол. Да, похоже, он вспененный, но это пластик или полиэтилен, или полипропилен. Полиолефиновые группы. Он меньше контактирует с напитками, не страшно, если в бутылке такая пробочка, внутренний вкладыш. И также он не проминается настолько. Если точно знать его материал, его можно сдать в переработку. Но пока мы не знаем, надо отвечать требованиям переработчика. Вот и весь вопрос. Пока не обязательно выковыривать, снимать с бутылок крышки, в принципе, вместе с этим вкладышем. Так он скорее доедет до переработки. Но проект Добрые крышечки содержит в себе много требований. И там нужно крышечки очищать от лишнего постороннего. Следуйте инструкциям. Следующий вопрос. Какие трудности при сборе вторсырья? Главные трудности это замотивировать огромное количество людей. Это такой риторический огромный вопрос. Огромное количество людей замотивировать этим заниматься. То есть научить. Вот это большой затратный процесс. А тогда, когда уже люди включились, они готовы точно следуя инструкциям собирать его. Вот это главная трудность. Когда мы людей научили, замотивировали, собрали их в эко-сообщество, то дальше и люди помогают решать следующие трудности. Так что вот преодолев первую трудность научить вдохновить, остальное уже начинает легче происходить. Следующий вопрос. Можно ли переработать мебель? Мебель состоит из множества материалов. Все вместе пока не принимается в переработку. Мебель часто забирают, ну и потом измельчают ее, превращают в труху, в топливо. Сжигание достаточно грязный процесс, нелогичный. Но разберите, насколько возможно. Если вы уже пытаетесь отправить переработку, металлические предметы можно сдать вместе с металлом. Некоторые вещи могут у вас забрать на какое-то следующее производство. Мастера умелые, рукастые люди могут забрать какие-то элементы. Часто пластиковые элементы тоже можно сдать в переработку какие-то от мебели. А остальное пока, к сожалению, никуда. у мебели есть еще мягкие части, которые мы начинаем принимать переработку. Но смотрите инструкцию. Пока это наполнители от подушек все-таки. Это не совсем мебель. Надеюсь, мы разгонимся в этом смысле. Но пока мебель надо восстанавливать, беречь, придумывать апсайкл мебели, перекраску. Кстати, смотрите ролики тоже на ютубе, как можно сделать из старой мебели дизайнерскую мебель. Это очень увлекательный процесс. Продавайте через авито, умелые люди могут восстановить вашу мебель и применить ее еще. Она будет кому-то служить десятки лет, возможно. Вопрос. Можно ли утилизировать советские сигареты? Советские сигареты? Итак, кто-то разбирает дедушкин чулан, видимо. Ну что же, невозможно утилизировать нормально сигареты, если их отправят куда-нибудь, то разве что в сжигание. Хороший способ это передать эти сигареты, кто так и так покупает себе какие-то сигареты, может кому-то пригодятся, ну что поделать. Или отправить это куда-то, где это используется как арт-объект, может быть при съемке кому-то нужны. Попробуйте выставить на авито, вдруг будет спрос, хотя торговля табачными изделиями наверное все-таки непроста, требует специальных разрешений. Поэтому хорошей истории нет, разве что можно разобрать это максимально и сдать отдельную пленку, если она есть отдельно, бумагу, но от сигаретных пачек бумага должна быть идеально расплющена или порвана, чтобы она не была похожа на пачки сигарет, иначе это будет загрязнение в макулатуре. Только в таком виде и только вот эти элементы. Можно отправить переработку. Вопрос что делать со старыми бумажными картами городов? Если это бумага, то сдать вместе с макулатурой. Если это ламинированная бумага, к сожалению, ее не пристроить. Я представляю себе атласы карты городов. Тогда вопросов нет. Но может быть вы используете их как карт-объекты тоже для какого-то творчества. Ну, то есть интересно. включите может быть кому-то нужна подборка старых атласов. Попробуйте продать как эксперимент за бесплатно. Может кто-то приедет заберет, а потом сделает себе обои из карт городов. Следующий вопрос. Пластик перерабатывается 5-7 раз. Можно ли сдать пластик с содержанием вторсырья? То есть переработанный пластик уже или частично переработанный. Смотрите, то, что пластик 5-7 раз или сколько это перерабатывается, это некая умозрительная цифра для сравнения типов переработки разных пластиков. Никто не считает, сколько переработался та или иная молекула пластика. Речь о том, что удобнее отправлять все-таки одноразовый пластик в пластик технический, который очень долго служит, работает. То есть заканчивать это одним-двумя циклами, потому что очищать пластик крайне сложно или восстанавливать его свойства. Но когда вы сдаете пластик с содержанием вторсырья, он выпадает вместе с другим пластиком той же категории и успешно перерабатывается. В результате этого вторсырья там содержится крайне мало. Чем он плох? Он ничем не плох, кроме того, что просто молекулы полимеров стали короче и содержание там чуть-чуть больше неких примесей. Так что сдавайте вместе с обычным пластиком. А сколько он раз, сколько эта молекула раз проработалась, никому не известно. Вопрос. Что делать с автозапчастями? Автозапчастей миллион видов. Сдавайте их как конкретные материалы. Я уже рассказывал про фильтры. Это сложный вопрос. Запчасти из металла примут там, где принимают металл. Некоторые виды пластиков принимают. Допустим, бампера тоже собирают там, где чинят машины. Спросите, забирают ли у них. Это как в торсырье бамперов много, допустим. Некоторые другие виды тоже собираются и сдаются. Виды материалов. Ну, понятно, что части корпуса и так далее металлические сдаются. Все, что похоже на бампер, другие детали бывают. Крылья, подкрылки тоже вместе с бамперами сдаются. Но это знают те, кто накапливает у себя где-то в гаражах эти объемы. Отдельных конкретных пунктов приема нет. Автозапчасти вроде масел и аккумуляторов мы часто разбираем, расходники точнее, это сдается. Так что смотрите на материал. Но много из этого никак не сдать. Даже резиновые коврики нельзя сдать вместе с резиновыми покрышками, к сожалению. Следующий вопрос. Куда сдать свечки, которые уже сгорели? свечки наверное это агарки, а еще бывают колбы от свечей, баночки от чайных свечек. Разберем отдельно это, то и другое. Парафиновые агарки от свечей парафин, то есть невозможно собрать одинаковый, но чтобы он кому-то пригодился в производстве, но там есть не только парафин, а еще другие материалы, из которых делают свечи. Так что переплавляйте сами парафин. Я, например, люблю это делать. Собирайте вместе сгоревшие свечки в стеклянную емкость, растапливайте в обычной микроволновке, он топится, и опускайте туда фитиль подходящий из ХБ, и у вас новая свечка. Можно подкрашивать, можно что-то ароматическое добавлять, фантазируйте. Есть еще различные подсвечники от свечей, из чего угодно, их можно задействовать второй раз, а вот алюминиевые одноразовые баночки от чайных свечей, из алюминия и подставки фитиля железного, вот алюминий можно отдельно, чистый, только без воска, без профина, сдать вместе с фольгой, металлические держатели фитиля, вместе с мелким металлом в баночку сдавайте в металл. куда можно сдать лампочки лампочки принимают часто строительные магазины в качестве своей благотворительной акции, сдавайте им, только узнайте на сайте, есть ли прием и, конечно, поблагодарите этот магазин за то, что они сделали доброе дело покупкой своей. Должны принимать лампочки Дезе, Жеки, Ука, то есть не всегда это работает, надо сначала спросить точно ли они отправляют переработку, но переработка лампочек сложна и не гарантирована, к сожалению, собиратор не принимает лампочки. Вопрос, как открыть экоцентр в своем районе? Это последний вопрос, он сложный, но возможный. Первое, что нужно для открытия экоцентра, это собрать экологическое сообщество, которое вы научите и вы вдохновите действовать вместе. Собирать не только там, заготавливать торсырье у себя дома и собирать его в экоцентре, но и другими благотворительными проектами заниматься. Надо запастись деньгами, на все нужно потратить свои деньги и никакого финансового выхлопа от сдачи в торсырье вы никогда не увидите. Не надо смотреть ролики на ютубе, как кто-то заработал миллиард на вторсырье. Нет, вторсырье стоит крайне мало, а трудозатраты большие по сравнению с этой ценой. Поэтому не рассчитывайте финансировать работу со вторсырьем, нужно любыми другими способами. И изобретайте их вокруг, стройте организацию, то есть экологическую, и тогда экоцентр будет внутри для нее и вы сможете его содержать. допустим, в собираторе я понял только через 8 месяцев, что нужно создать нечто вроде экоцентра. И слова такого не было. То есть собиратор работал различными другими способами, а потом возник еще и первый экоцентр в Москве. Ну, то есть экоцентр, напомню, это не пункт приема. Экоцентр это пространство, где принимается в торсырье максимально красиво и проводятся различные экологические мероприятия, околоэкологические. Есть обмены, продажи товаров бэушных, новых экологических мероприятия в виде экскурсий, любые музеи, выставки, то есть культурное пространство. Вот что должно быть экоцентр, и его должны поддерживать люди, которых вы соберете, и все это должно финансироваться тем, что вы найдете у себя. Тогда экоцентр в вашем районе будет жить и работать. Вас будут благодарить, и вы будете считать, что не напрасно живете. Ну что, друзья, до следующего раза будет уже пятый выпуск, я его скоро запишу, а вы присылайте ваши вопросы под постом. Если у вас есть что добавить к прозвучавшему, тоже пишите в комментариях, пожалуйста, все читаем, смотрим, анализируем, это важно. Вы можете сказать что-то, то, что не знаю даже я, но вот все, что я знал, теперь есть на сегодня и у вас. Спасибо, пока!